Всем привет! Меня зовут Оля Понедельник и это моя книжная полка. Сегодня я делаю целых два тега в одном видео, потому что оба очень короткие. Из двух предложенных вариантов нам нужно выбрать только один. Я знаю, что по YouTube какое-то время ходила бьюти-версия этого тега, но мы будем делать только с книгами. Только хардкор. Итак, первый вопрос. Мягкая или твердая обложка? Еще некоторое время назад я бы ответила на этот вопрос однозначно твердая, потому что мне просто не нравятся эти мятые уголки и неряшливый распушенный вид книги. Но надо признать, в мягкой обложке книгу все-таки удобнее таскать с собой, и все равно я выбираю твердую. Женская логика. Следующий вопрос. Купить онлайн или в книжном магазине? Несмотря на кажущуюся простоту, опять же, очень сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, онлайн гораздо дешевле и удобнее. Сидишь, понимаете ли, не отрывая попу с дивана, заказываешь себе книжечки щелчком мыши. Тебе словно по мановению волшебной палочки приносит все это чудо домой. Но с другой стороны, все-таки атмосфера книжных магазинов штука непередаваемая. Я по себе скажу, что если я зайду в книжный магазин, то вряд ли выйду оттуда без покупки. Так что, несмотря на все минусы, да, я выбираю книжный магазин. Третий вопрос. Кем бы вы стали? Бегущим из Бегущего Лабиринта или Трибутом из Голодных Игр? Если честно, я не читала Бегущего в Лабиринте, но я знаю, что сейчас по нему снимается фильм, так что непременно его посмотрю, когда он выйдет в прокат. И все же что-то мне подсказывает, что оба варианта очень опасны. Так что я выбираю сидеть дома и варить борщ. Дальше у нас такой вопрос. Хотели бы вы научиться летать на метле или на гиппогрифе? На гиппогрифе, потому что это круто и опасно. А еще мне кажется, что на метле не очень удобно сидеть. Ну, если вы понимаете, о чем я. И я не знаю, помните ли вы, но в четвертой части Гарри Поттера, в экранизации, был такой момент, когда группа ведунья исполняла на сцене эту песню. Can you dance like a hippogriff? Me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Ну, в общем-то. И последний вопрос. Хогвартс или Нарния? Тут, думаю, даже особо думать или как-то объяснять мой ответ не надо. Хогвартс, конечно. Следующий тег называется радужным тегом, потому что я должна подобрать книжки по цветам радуги, которые в итоге сложатся у меня в такую красивую пирамидку. Я очень плохо запоминаю цвета радуги, как вообще я, в принципе, все плохо запоминаю, потому что у меня очень плохая память. Так что давайте будем вместе вспоминать. Каждый охотник желает знать, где сидит патан. К. Красный. Для красного цвета я выбрала книгу Кристофера Паолини «Возвращение Эрагона». Ну, как бы, Эрагон-возвращение. Ну, вы поняли. Так что первый пункт есть. О. Охотник. Оранжевый. Для оранжевого цвета у меня есть вот такая ядерная оранжевая книжка. Виктора Перевина «Эмпайр Ви». Ж. Желтый. Для желтого цвета я выбрала книгу Олега Кирьянова «Наблюдая за корейцем». Потому что корешок у нее-то желтенький. З. Зеленый. Для зеленого цвета я выбрала вот эту небольшую книжечку Николя Фарга, которая называется «Вот увидишь». Кстати, она у меня с автографом. Я уже потеряла в счете. Короче говоря, Г. Голубой. Для голубого цвета я выбрала книгу, которую прочла совсем недавно, и о которой вам уже рассказывала. Это О. Дринни Фенеггер «Жена путешественникова времени». Такая она небесно-голубая, даже прозрачно-голубая. Ну, короче, подходит, да? С. Синий. Для синего цвета я выбрала вот такую книгу Джилл Мёрфи, которая называется «Самая плохая ведьма». Когда я была маленькая, я просто обожала этот сериал. Я знала, что он снят по книге, и всё время пыталась их где-то найти, но их нигде не было. И вот на прошлый день рождения, на моё 19-летие, мне подарили эти книги. Спасибо, девочки. Я вам очень благодарна, потому что я их нигде не могла найти. Это уже какой-то там супер-раритет. Ну, не супер-раритет, но 2007 год. И с 2007 года их уже не выпускают. Они были в таком красивом красном мешочке, подарочным набором, все эти книжки. О, это просто божественная штука. Ф. Фазан. Фиолетовый. Для фиолетового цвета я решила выбрать книгу, которая на первый взгляд ни разу не фиолетовая. Это книга Марина Рамштам «Мохнатый ребёнок». И на вид она жёлтенькая-жёлтенькая. Вот ведь она фиолетовая. И именно эта книга завершит мою пирамидку. Та-дам! Ну, а на сегодня это всё. Всегда ваша книжная полка. Об этой книге я узнала, посмотрев сериал BBC, который так и называется «Отец Браун». Кстати, главного героя играет Марк Уильямс. Это тот самый актёр, который играл Уизли Старшего в «Гарри Поттере». Какая-то я хоть не желаю. Пока!